Добрый день, уважаемые коллеги! Начинаем наше городское оперативное совещание. Пожалуйста, энергетик. Денис Олегович, уважаемые руководители, добрый день. За истекший период устранили и ликвидировали 20 инцидентов на сетях водоотведения, 7 инцидентов на сетях горячего водоснабжения. Проводим анализы питьевой воды по жалобам, отрабатываем, доброделу всем ждут. Все системы водоотведения, водоотведения, водоотведения в работе, все инциденты технологически устраняем в регламентной сроке. Мы не выпускаем остановок на ночь, все объекты подаются к рекламосителю. Все, доклады, хочешь? Андрей Александрович, а что там за ситуацией с на улице Герцена? На улице Герцена было переполнение за рисковой инновационной. На данный момент реализация работает по лотку, но ввиду того, что два дня была нагрузка, подмытие грунта идет. Сейчас место огорожено. Сегодня после обеда вскроем этот грунт, асфальт вскроем и произведем досыпку уплотнения грунта. И вновь заасфальтируем силами энергетика. А по теруправлением Елены Александровны в больших дворах я проезжал, видел там в дворах перекопанные были парковки, местами дороги. Энергетик все задачи исполнил, все остальные. Да, то, что касается теплоснабжения, дневные работы разрешаются вовремя и отчитываются с приложением фото. То есть на сегодняшний день там раскрытых участков нет. Вопросы есть? Да, он как раз с коллегами собирались, Сергей Ильич, еще звонил, просил разобраться в вопросе в очередной раз. Работа, знаю, что КСМО с КСВ проводили по качеству воды, но в больших дворах в настоящее время не удовлетворительные качества поставляемой воды. Николай Николаевич, Денис Олегович, да, значит, мы ровно неделю назад даже брали анализы на голове, у нас два, две линии, вот, системы санжения водоотведения на большие дворы и на городок, и в северную часть города Павловск-Пасад. Значит, ухудшение пошло к концу недели, значит, мы пытались промывать. Завтра организованы совместные выезды на головные станции по ВСВ. Сегодня взяли анализы здесь на Герцена, на Каповска и 600-ки идет в город. Значит, незначительные ухудшения по железу есть, соответственно, сегодня уже принимаем меры по промывке, завтра от головы по двум направлениям тоже отрабатываем, чтобы исключить, ну, все возможные замечания. Принимается. Прошу вам, спасибо. Ты сказал, что мы сделали. Добрый день, Денис Олегович. Электрогурский федеал работает в штатном режиме. Сегодня завершаем работу. В ближайшее время по устранению утечки отопления. Это улица Советская, дом 32. В ближайшие пару часов ресурс будет подан. За прошедшую неделю устранили 20 засоров на сетях водоотведения. Провели две работы по устранению утечек по холодному водоснабжению. Также заменили насос на скважине В на ВЗУ-1. Выполнили пять работ по устранению повреждений на сетях центрального отопления. По докладу все. Что у вас с восстановлением работ по благоустройству? По благоустройству у нас почти все адреса выполнены. На четверг запланирована работа, оставшиеся адреса закрыты. Это два колодца. Борькова 1А, асфальтированный небольшой участок на парковочной зоне. И Жукова на друге 20. Там портуар. А для теплотерства мы тут собрали? Да. Четыре. Михаил Юрьевич. Да. Андрей Александрович, есть вопросы, которые ТСК «Мус.Энерго», которые беспокоят в части раскопок, закрытых проездов, парковок в дворах? Да. В дворах нормы. Во многих местах сделано. Благоустройство, я может, по весне. Скажите, жалко. Нет, по весне. Мы с подрядчиком переговорили, значит, это планирует работать. На весну мы ничего не оставляем. Михаил Юрьевич, а по вашей части есть? Там есть пара вопросов. Ну, там больше помелче знаки. На проезжей части восстановили. Единственное, мы договорились с Александром Алексеевичем проехать, где просадка была, да? Да. Мы просмотрим, в том числе и рачек. То есть, понимание есть? Хорошо. Я озвучу. Михаил Юрьевич. Да, я хотел бы еще раз, очередной раз, озвучить, что необходимо усиливаться. Своей собственной техникой вы не справляетесь с той аварийностью, которая у вас сейчас на данный момент имеется. И это последствия вашего низкого качества подготовки к осенне-зимному периоду. Рассматривайте вопрос по привлечению дополнительных подрядчиков по выполнению всех работ. Кто у вас руководитель? У вас, получается, по-треке? По-треке, именно. Он приезжает? Да. Когда приезжает? Завтра будет. Я вот себе завтра приглашаю. Вот письмо, он сам должно было направить. Он планирует приехать, как Михаил Николаевич? Ну, мне информации не было. Ну, контакт, да, это руководитель Николай Николаевич? Да. Зназвителенный разговор, там, что вопросов масса накопилось. И вообще, мы уже с вами на части ЖКХАЭ-то обсуждали, но складывается впечатление, что деятельность средства «Анбус Энерго», она вызывает вопрос. Все везде раскопано, разломано, то есть, у них парит, новые камеры парят, кругом провалы, сетки, эти валяются решетки, что не тепло, а пункт или камера, везде какая-то аварийная ситуация. Даня Сергеевич, принято? Либо они осуществляют свою мечту, продают ресурсоснабжающую организацию, а тем, кто этим будет заниматься, профессионалам и людям, которые будут вкладывать деньги, либо они тогда и изыскивают источники финансированные, и вкладывают, привлекают инвестиции. Но в таком виде сегодня теплоснабжение и водоснабжение в Энергородске у меня вызывают определенные вопросы. Ну, у вас сама деятельность вашей компании так напоминает больше характер такого поддерживающего мера. Я Денис Александрович уже приводил пример, наподобие как у нас медики, как палиативную помощь, когда уже безнадежно больной ухаживают. Поэтому вся вот эта деятельность, она так немножко напоминает такой характер. Поэтому либо вкладываемся, приводим в порядок сети от заборного узла и станции КНС, либо ищите инвесторов, которые приобретут все это имущество и, соответственно, будут поддерживать его в другом, но в более лучшем состоянии. Контакты передайте Николай Николаевич, руководитель, если завтра не захочет, напомните ему тогда о том, что ему необходимо двигаться. Хорошо. Просто было наверно. Добрый день, коллеги. Палпосадское производственное отделение работает в штатном режиме. За текущую неделю в Палпосаде вышла одна кабельная линия 6 кг. На данный момент работы восстановительные ведутся, и одна линия по-электрогорски вышла. Тоже сейчас аварийно-восстановительные работы ведутся. Подрабатываем за их потребителями. Вопросы, Роман Александрович, в первую очередь по южному микрорайону. Уже и жители, и старшие, куда мама, обращаются и обратили внимание о необходимости повышения степени надежности той территории. У нас практически стабильно раз в месяц или больше. Именно та территория больше всего отключений. Именно по городу, я не говорю, что у нас есть еще ряд территорий сложных, по которым мы работаем. Но вот южный микрорайон, я бы все-таки хотел, чтобы вы подумали, какие мероприятия нужно включить в следующий год, и дополнительная степень надежности необходимо повышать. Хорошо, председатель. Спасибо. Благословно. Добрый день, дни Сады Ивич. Добрый день, уважаемый Сады Ивич. В начале оперировано, мы не работаем. С территории городского округа вывезено более 450 кубов крупноговорительных отходов, более 85 кубов листвы, проведены работы по реконструкции и обслуживанию 18 светильников, провели валку и обрезку 91 дерева на 11 дней в рамках работы с СКПДИМ, выполнена работа по сбору вывоза порубочных остатков в объеме 125 кубов, провели покос и удаление к растущим порослям на территории более 7900 метров квадратных, к ремонтно-строительным участкам отремонтировали 10 элементов ГИП, за отчетный период отработали 56 обращений от граждан, в том числе и поручений. 40 дефектов УГХ в работе выполнено 42, дополнительно вывезли 12. По сводку жилому фонду поступило заевок через соцсети 359 отработано 161, через сервисную службу 409 поступило отработано 269. Продолжали работы по ремонту кровли, за отчетную неделю выполнили 314 метров квадратных ремонта, всего 9945 метров. За неделю выполнили и приняли 5 подъездов, работа осталась 3. По ВДПУ приборы так и не получили, обещают отдать в среду, но полностью все. Не знаю, пока, говорят, не готовы документы. Аварийной ситуации не было, предписаний к ЖИИ нету. Доказа закончена. Если приборов учетов до конца недели, нам их не отдадут, если документы, тогда необходимо их забирать с предприятия, контракт распоряжать, компанию включать ВРНП и, соответственно, заново в ремонтную мастерскую их определять. Прибор готов, включать документов нету. Каждая неделя с завтраками в тормах. И по трудоустройству Борли, у них сегодня такая ситуация? 3-7 человек остался. Сколько? 3-7. 3-7. На конце недели мы берете? Мы должны, как бы, максимально стараемся, получаем людей и продолжаем забор. А по действующим они чем занимаются? Ну, уборка, это так же, как подсобники и эти, как ремонтники, соответственно. И вот сегодня я в Украине не дадут, поехал. Ну, сейчас первоначально это все равно люди, в первую очередь, как бы мастера сейчас большой объем людей пришли, начинают нам показывать, рассказывать территорию скрепленную. Мы говорим, почему они убираются. Говорим, почему они убираются. Почему они убираются? Мне очень нравится. Ну, я с вами убираюсь. Или просто... Ладно, пройдем. У нижней отделки ничего нет. Пройдем в работу, тогда дополнительный объезд с ответственными лицами посмотрим. Александр Славович. Мы проговорили про его детство, но, если правильно, пересмотрим. В конце недели у нас начинается зима. Соответственно, необходимо убрать весь мусор и закончить все мероприятия, повезти в последние сроки. Да. Содержание дворов есть замечания. Содержание, которые у нас поступают, тем более. Ну, контейнерный площадок всегда после выходных у нас замечаний. Поэтому все у нас ребята объезжают, и стиротделами работаем. Все заехать, которые у нас поступают, мы оперативно отрабатываем. А что с украшением города? С этой недели сейчас начнем. Настальцион Александрович сейчас выходит во вторник. Соответственно, мы работаем. Вопросы есть кому-нибудь? Да, конечно. Спасибо. МГУ, управляющий компаний, это вас. Спасибо, добрый. Добрый день. На прошедшую неделю через день отработал в штатном режиме. Продолжали работы согласно муниципальному заданию. За прошедшую неделю поступило через систему ДС пять заявок. В них две поотопления. Ремонт подъезда на сегодня отремонтированы 55. Три подъезда в ремонте. Серьезных ограниченных ситуаций в жилом фонде нет. Он все дома с теплом, ограниченной водой закончил. Значит, приступили к новогоднему украшению города. Видите, да? Шары, хуб на бульваре уже готовы. А елка у нас намечена аукцион на 17-е число на этой неделе. Соответственно, для дней от поставки, я думаю, что 1-го декабря она уже будет стоять. МГУ, у нас у меня. Спасибо. МОСАТУДРА. Добрый день. Работа в дежурном режиме. Согласно погодных условий, продолжается работа по содержанию автомобильных дорог. Основное внимание уделяется механизированному подметанию проезжей части и тротуаров. Также в уборке мусора и сметра. Дополнительно проводятся работы по устранению замечаний, выгодных на объездах и поступающих на портал выбородил. Алексей Михайлович, усилить работа по подбору ручного мусора, ручниками. Основное, вот сегодня был замечательный от главы, это дорога в районе Ковреги и трасса Добровок. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Дрсу. Добрый день, уважаемые коллеги. Пасадская Дрсу работает в направлении содержания мобильных дорог города Павловский Пасад и поселка Большие Дворы. Работаем в штатном режиме, по погодной ситуации действуем, готовы к надвигающейся климатической зиме. Хочу также доложить о том, что Павловский Пасадский Дрсу приобрело новую КДМ-машину, чистая КДМ-ка, которая зимой будет обслуживать дороги посыпка, плуг, щетка, летом поливомощное оборудование будет на ней стоять. И также Павловский Пасадский Дрсу приобрело кохер-бункер для литого асфальтобетона, для ремонта в зимний период времени. Павловский Пасадский Дрсу. Все остальное в рабочем порядке. Прошу обратить внимание на дороге в частном секторе асфальтобетона, о чем мы говорим в выходные. Смерт в месте и отсутствие видимости в краевой. Хорошо. Да, уже убрали. Короче, парковку против поликлиники от листы уже убрали. Да, хорошо. Один раз проходили, сейчас на этой неделе еще раздевают. Я думаю, что там подобрали. Да, товарищи, развесите украшения, которые мы сами обсуждали. А? Украшения надо развешивать. Консоль имеется? Да, консоль. Ну, то, что да, обсуждали, сейчас они там собирают из двух одну, из трех. В общем, это... Сейчас как раз лет такие занимаются. Сколько есть, все повесим. Муниципальный центр управления регионом. Добрый день. На предыдущей неделе поступило 205 обращений, основное управление социальной сферой, квартирный дом, дороги. На горячий рейнг поступило 57 обращений. По поводу исполнения проручения по объезду от 9 ноября 2023 года. По посадке автодорс 100% выполнение МБУ, управляющей компанией «Электрогозка-78», МБУ «Дорожное хозяйство» и «Благоустройство» – «Электрогоз» – 92%, отецотребительского рынка «Электрогозка-88%, ТСК «Мосэнерго» – 46%, общий итог исполнения – 76%. Хорошо. МФЦ. Добрый день. За отчетный период в МФЦ обратилось 3143 гражданам. Было оказано 2545 услуг. Из них федеральных – 1997, региональных – 344, муниципальных услуг – 152. Также через порталы ФГУ и ЕПГУ было оказано 598 консультаций. МФЦ работает в штатном движении. ИПС-112. Добрый день. Через день функционеры для режима повышенной готовности. За прошедшую неделю на территории Павлопосадского городского округа Московской области честно произошло зафиксировано 9 происшествий, страдавших 2, из них погибших – 1. Дежурность службы ИТДС оперативной системы 112 принята и обработаны 2368 звонков и сообщений. Вот это случай на железной дороге. Все-таки как там произошло? Есть подробности? Нет? Следователь работы – это произошло происшествие в 70 лет. 91-го года рождения молодой человек. Визуально могли наблюдать только то, что без наушников, но шел в капюшоне. По алкогольным состояниям пока сказать ничего не могу. Смертельно травмировано. Несимционерный переход. Вопросы есть? У нас обуверация. Добрый день. По состоянию 13 ноября сбор денежных средств по лугу устройств составляет 15%, по энергетику – 17,09, по доколухатия – 16,2%. Общий сбор по полскому посаду составляет 16,5%. По электрогорску, МВУ «Электрогорск», там сбор идет у нас за октябрь – 59,52%. По УК Сахарусь – 57,50%, УК «Атлант» – 50,50%, по ТСК «Мосэнерго» – 50,85%. Общий сбор по электрогорску составляет 59. Горячая линия добродела по полскому посаду и по электрогорску за эти две недели не будет. Горячая линия добродела по полскому посаду? Пенсионный фонд и исполнительных листов на сумму на 2,916,000 рублей. Работа ведется в штатную. Вопрос подремонтан. За неделю в Павловском посаде зарегистрировано 8 случаев ковида. Это на 2 случая меньше, чем на прошлой неделе. У детей не регистрировалось. У больничной пневмонии в 2 раза меньше регистрировалось, чем на прошлой неделе. Но 3 случаи заболеваний у детей. Это школа 18, гимназия и учащийся в техникуме. Заболеваемость респираторной инфекцией не упала на 18%. В то же время она снизилась на 18% у детей. И за счет организованных детей это произошло. У них снижение заболеваемости на 19%. Но эпидпорог превышен в возрастной группе. Вот это школьники от 7 до 14 лет. Привитки продолжаются. На сегодняшний день в Павловске посад дети привиты на 92%. И общее выполнение плана на 88%. Из других инфекций. Как и в 6 случая заболевания в 10-й школе. Ветряная ОСПА регистрируется в детском саду в 20-м. Евсеева, 45-й, 4-й, 23-й, 10-й, 24-й детский сад, школа 13-й, лицей. В техникуме также, в гимназии. И болели неорганизованные дети. Больше всего в детском саду в 45-м. В детском саду в 23-м. Но родители не хотят, к сожалению, прививать своих детей в ветреную ОСПА. И это, соответственно, экономический ущерб. И очень многие дети по контакту заболевают, которым нельзя делать, привезти просто к РИНОСПА. Теплая погода была. У нас ключи прогнулись. Один случай присасывания ключа. У ребенка, заметим, в детском саду в Теренино. 7-го числа присосался клещ. И три укуса, два нанесены безнадорными животными. По электрогорску. Ковид, два случая заболевания. Также два случая у детей. Один у ребенка из лицея. А второй у неорганизованного ребенка. Небольничных пониманий 9 тысяч заболеваний. Это на два случая меньше, чем на прошлой неделе. И в шести случаях болели дети. До 18 ноября включительно у нас закрыта школа 14-я. В связи с тем, что там больше 10 случаев заболевания. Все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены. Ну, в том числе заключительная дезинфекция. И надеемся, что цепочка эта разорвется. Потому что после 18-го там идут каникулы. Надеемся, что все-таки эта история у нас неприятная прекратится. Надеемся. Респираторно-вирусная инфекция. Снижение на 26% по электрогорску, чем на прошлой неделе. На 25% ниже среди детей. И все это за счет организованных детей. У них тоже снижение заболеваемости на 25%. Два случая кишечных инфекций у взрослых. Вернее, витриналоз по два случаях заболеваний в лице и в школе 14. Электрогорск привит на 74%. Дети на 80,8%. Рабочий коллектив. Спасибо. Центральный район больницы. Другой неделе лечебное учреждение работает в штатном режиме. На этой неделе мы заканчиваем массовую вакцинацию населения от гриппа. На следующей неделе только почищающие. И возьмем автомобиль. Эту неделю стоит в последний раз. Больше въездной вакцинации на вокзале у нас не будет. Также продолжаем диспансеризацию. В эту субботу будет приходить единый день диспансеризации на базе второй поликлиники с 8 до часу. Все, кто не может пройти диспансеризацию в рабочий день, мы приглашаем в субботу во вторую поликлинику. Продолжается монтаж рентгеновского аппарата в Филимоновской поликлинике. Что касается ремонта третьей поликлиники, там идет отставание от графика. Но мы в рабочем порядке с вашим заместителем все эти вопросы решаем еженедельно. Но все остальное вполне в порядке. Мария Михайловна, сегодня разбирали случаи с федиатрами. Я думаю, что в субботу мне тоже рассказывали еще несколько историй про других врачей, из других, касаемых федиатров. Я думаю, что, наверное, есть смысл. Слава Евгеньевна, либо на вашем уровне, либо на моем. Я думаю, что это может быть. Хорошо. Денис Олегович, но этот случай разбора, он не совсем однозначный. Я не хочу заступаться за своих врачей. Но со стороны родителей тоже были приняты меры не совсем правильные. То есть уходят из стационара без разрешения, без расписки и так далее. Но мы это все подробно разобрали. Да нет, я не правильно конкретно. Это к тому, что идет и есть определенный негатив. Нашим докторам, которые занимаются лечением именно детей. Здесь либо просто уже глаз замылился, либо они подустали за большого потока нагрузки. Конечно, мы встали. Все-таки, может быть, там с вашей стороны и пока со стороны Слава Евгеньевна провести. Я думаю, что, может быть, нам на базе детской поликлиники организовать встречу с родителями. Вот так же, как мы со взрослыми встречаемся. Мы попробуем это организовать и поговорить. Настя Олегович, мы забирали на предыдущей неделе жалобу, которая поступила в адрес скоматолога. Прямо выезжали туда, встречались и, в общем-то, разобрались. Конечно, это эффективно, действенно. Поэтому, ваше поручение выполнено. Хорошо, спасибо. Литрогорская больница. Добрый день. Литрогорская больница работает в штатном режиме. В выходные прошли без каких-либо пришествий. Также мы сейчас усиленно продолжаем кампанию по уценз от гриппа. Надеемся, что срок намеченный мы успеем закончить полностью под 100%. Диспенсеризацию также проводим в плановом режиме. По капитальному ремонту по взрослой поликлиники продолжается работа по разводке труб горячего и холодного доснабжения, устройства кровов электроэлектрики и устройства разводки анализации. Также сейчас заканчивают они установка гражданин крови и с них сдержание. Количество на сегодня было 18 человек. Отставания по представленным графикам на прошлой неделе у них сейчас в настоящий момент отсутствует. По ремонту крыши на хирургии также они продолжают свою работу. Сейчас уже процент выполнения порядка 30% от запланированного. И сейчас на кровли находится 4 человека. И по рентгену кабинета у нас сейчас проходит прокладка электропобелей. Количество рабочих тоже 4. А тут отопление, они там все наладили и все у них наладили. Так что работы ведутся, все под контролем. С вами вопросы есть? Нет. Здравствуйте, Сергей. Рабочий, парень. Кружевое управление социального развития. Добрый день. Управление социального развития осуществляет повседневную плановую деятельность. В рамках реализации решений Координационного совета по делам инвалидов на прошлой неделе в торгово-промышленной палате состоялась встреча с бизнес-сообществом, на которой достигнуты соглашения о взаимодействии на предмет частичного трудоустройства наших инвалидов. Хочу сказать, что тема для нашего округа на сегодняшний день является актуальной. По нашим сведениям, порядка тысячи человек с инвалидностью может быть задействована в частичной трудовой занятости. Хочу поблагодарить представителей торгово-промышленной палаты и наше бизнес-сообщество за поддержку социально значимых инициатив, как администрации, так и социальной защиты нашего города. Денис Олегович, мы, когда проводили кондиционный совет по делам инвалидов, к нам обратились ребята с ограниченными возможностями. Вы у них были, помните, они изготавливают сухую душу. В связи с проведением ДКД инвалидов с 1 по 10 декабря есть предложение их поощрить. Так, позвольте, мы тогда с Валентом Николаевичем заведем просьбу до вас, хорошо? Спасибо. Управление образованием. Добрый день, эта неделя у нас является крайней перед каникулами. С родителями проводятся родительские собрания, где освещается вопрос комплексной безопасности, в том числе безопасности на железнодорожном транспорте и на водных объектах. Такие же беседы продолжаются с обучающимися. Во всех образовательных организациях продолжается мониторинг температурного режима, внутренние фильтры. Согласно графикам проводятся дезобработки. Ведется мониторинг заболеваемости. По нашим данным, также заболеваемость снижается. На данный момент закрыта одна группа временки и 14 школ. 14 школ у нас на карантин уходит, каникулы также уходят на карантин. Во всех образовательных организациях разрабатываются планы мероприятий на каникулярный период для обучающихся. И с 13 ноября у нас стартовала декада правовых знаний. А с 17 ноября день правовой помощи пройдет на базе всех образовательных организаций. Хочется только родителям напомнить об их обязанности за жизнь и здоровье детей во время каникул. Конечно, школы работают, учреждения культуры, спорт. Мы подготовили много мероприятий. И все-таки, как показывает практика и печальный опыт, наибольшее количество таких неприятных ситуаций с детьми происходит именно в каникуле. Поэтому, уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Управление по культуре, спорту и работа самоделем. Я предупреждена Дениса Олеговна, с уважаемыми коллегами. Управление подрядностями учреждений на прошедшую неделю отработает в плановом режиме. 9 ноября состоялось ВКС Министерством культуры и туризма Московской области по подготовке к зимнему сезону. Доведена актуальная информация и даны поручения. Использование бренда «Зима» под Москвой будет актуально, начиная с 20 ноября текущего года по 17 марта 2024 года. По итогу оформления муниципалитета будет составлен рейтинг, при заполнении которого будут учитываться только актуальные локации и фотографии. Отчет по данному рейтингу будет направляться каждые две недели, начиная с 5 декабря. Особое внимание коллег просим уделить оформлению общественных пространств, торговых объектов, средств размещения, рекламных счетов, официальных сайтов и страниц в социальных сетях с использованием актуального фирменного стиля. Парки культуры должны оформить свои территории уже с 22 по 29 ноября. Начиная с 1 по 10 декабря будет работать выездная комиссия Мособлпарка по приемке оформленных территорий. А с 15 декабря впервые состоится вручение знака «Дед Мороз рекомендует» в различных номинациях. Сразу несколько крупных юбилеев отмечают в ноябре творческие коллективы городского округа. Вчера, 12 ноября, свой 45-летний юбилей отпраздновал один из старейших вокальных коллективов «Сударушка». Мероприятие прошло в Саурском доме культуры. Свой полувековой юбилей на предстоящих выходных отпразднует самый известный и популярный коллектив «Шоу-балет Тайфун» под руководством Юрия Николаевича Филатова. Большой гала-концерт состоится на сцене ДК «Октябрь» в субботу 18 ноября. Городские парки Павловского посада и Электрогорска приглашают детей 18 ноября на увлекательную интерактивную программу «День рождения Деда Мороза» в программе «Игроконкурсы мастер-классы» по изготовлению новогодних игрушек, а также праздничный концерт. 19 ноября на базе музыкальной школы состоится открытый межзональный конкурс сольного академического пения среди учащихся вокальных отделений ДМШ и ВШИ. Участие в конкурсе примут воспитанники школ Восточного Подмосковья. Всего заявлено более 60 участников. И также мы продолжаем проект Министерства культуры и туризма Московской области «Подмосковный арк-мюзив». И в эти выходные 19 ноября в наш муниципалитет приезжает коллектив из города Раменска по обмену опытом. Мероприятие пройдет в ДК «Филимоновский». Мы приглашаем всех гостей и жителей нашего округа на наших мероприятиях. Актуальный бренд «Зима в Подмосковье» мы направили. Это устройство, реклама, сны. Детскую площадку-то закончили там? Мы хотим в среду приехать на эту неделю, посмотреть, принять работу. И впереди у нас за следующей неделю каникулы кончатся. Да. Продумайте, чтобы во всех учреждениях культуры спорта мы максимально могли завлечь детей и максимально различных городских программ и мероприятий было сделано. Мероприятия спланированы. Спасибо. Электрогорский территориальный отдел. Здравствуйте. На территории города ситуация на текущий момент по всей направлении штата. Устраняются замечания и выполняются пролечения, которые были даны в ходе объезда. Места, обозначенные для проведения субботников, были убраны еще в пятницу. Мусор и опавшие листва вывезены в тот же день. Есть вопросы, которые нуждаются в решении. Это мать бойца, который сейчас находится в СДО, обратилась еще летом в штаб в поддержке СИИ. Она проживает одна в коммунальной квартире, и там есть проблема, просила стена. Выходили на докладную, но вопрос до сих пор не решен. Места, я добавлю, мы были на этой квартире, там квартира как муниципальная, в плохом состоянии. И у нее в коридоре пол вот так, и дверь до середины ванны открывается, чтобы понимание было. С Андреем Александровичем мы вместе выходили, там есть понимание, что делать. Мы прикидывали в районе 200-250 тысяч, все это обойдется примонтировать. Но когда у нас был такой момент, мы туда пытались зайти, по состоянию здоровья, это женщина не могла нас принять 2-3 раза подряд. Вот сейчас все-таки, я так понимаю, она окончательно выздоровела, да, и вот возможность появилась университетному службу. Что у вас? Подрядчик на тот момент был, сейчас мы же будем искать нового. Вы ищите. Можно искать. Вы же управленческая компания? Нет. Мы квартиру не ремонтируем. Ну, понятно, но в доме этого управленческая компания в такой доме мы. Вы уже найдете исключение вместе с обслуживающей организацией сделать ремонт, правильно? Попробуем? Да. Все, значит, попробуем. Дома у нас сделаем. Надо сделать. Хорошо. И еще один вопрос. Залом занимается Григорийская борьба, тоже нуждается в ремонтах. Там есть гарантийное обязательство, которое давали. А кто там? Там у нас... Дом молодежи заведует этим зданием. Нет, а кто гарантийное обязательство? В регловы давал, администрация давала. Для того, чтобы наши ручки пустились. Для того, чтобы наши ручки пустились. Для того, чтобы наши ручки пустились. Редерация яднобурств. А, я помню. Да, да, да. Мы и борцам делали, и тяжелоплевым. Там необходимые границы. Гарантийное обязательство не по ремонту, а то, чтобы вы из зала сделали, да? Да. Там протечка в потолке нужно сграничить, и стена облубилась, там тоже покрасить надо. Просто площади большие. Это была белочковка, но... Косметич, там, значит, такая... Косметика и протечки нужно... Стройстыка нам помогли с раздевалкой, как вы видели, значит, освещение... А, раздевалка тоже, да, будет использоваться для... Да, да, да. Нет, это для... Нет, у них у каждого своя. У одних нормальная, а второй не наладили, да. И, ну, там мы сделали... Вот, управляющая компания нам помогала трижды, делали крышу. Ну, и основательно она высохла, но когда высохла, остался грибок. Вот этот грибок сейчас уже отопление дали, можно делать. Там нужно закрывать на неделю-другую и с Турой поработать, сделать. Либо подрядчик, который у нас будет ремонтировать школу, по-моему, контракт там, либо даем изыски пересурсов. Ну, там сроки уже поджимают, да? А сроки уже прошли. Уже прошли. То есть там... Пока не дергают, но могут дергать. Людмила Викторовна, вы туда в рабочем порядке подойдите, хорошо, и мы проговорим. Да. Ну, конечно. Мы говорим. Спасибо. Но остальные вопросы, пожалуйста. Хорошо. Дмитрий Олегович, разрешите еще по электрогорству одну добавить застарелую проблему. У нас в марте месяца на территории Молпромлайна, это йогурт и завод, есть бесхозная труба, канализация чугунная, 250 мм, которая ТСК берет оплату за стоки, но она при этом в бесхозе. Никто ее чинить не хочет и, соответственно, все. Она вместе с чеканкой у нас лопнула и стала затоплять соседние жесть территории. Мы тогда ее силами управляющей компании разобрали, как могли, зачеканили, но через какое-то короткое время она опять дала течь, и сейчас уже набралась хорошую лужу, вот-вот пойдет к соседям. Александр Анатольевич, управляющая компания, закупил специальное дорогостоящее кольцо для чеканки, именно для этих. И мы договорились, чтобы ТСК совместно с управляющей компанией объединяет усилия, растопает, зачеканит и поводит. Но вот уже третий месяц со стороны ТСК, вот, то погода не та, а то дождь был, сейчас высохла, вот, ну, как-то не наступит этот момент. Мне просьба дать поручение, чтобы мы вот завтра в добродел не получили жалобы о потоплении. Николай Николаевич Пермутский только утром приходил, говорят, что бы зачеканить, это руки как чешутся. А, вот, хороший вариант есть поработать. Я могу говорить, подождите, не переживая, найдем что-нибудь. Николай Николаевич. Принято, Игорь Сергеевич. Игорь Сергеевич, большая просьба тогда, ну, коли коллеги не отработали за столько времени, по поводу сетей, Игорь Сергеевич, нужно их тогда оформить, муниципальную собственность, и договор заключить с ТСК. Мы большую часть сделали, но остановил, сделал на чем, что мы приняли в казну, передали ТСК, ТСК молчит, обратно связи не дает. Принял, не принял, ну, вот этот предмет разговор, с руководителем, как так, если они трубу используют, стоки по ней отправляют в КНС, деньги собирают, а в части баланса принадлежностей отникиваются. Что-то так не пойдет. Усобь дай бедрах тогда переносит из источника, если труба не их, а деньги не занят. Вы руководителю там передайте со своей стороны тоже о том, что мы еще можем с вас взыскать необоснованное обогащение, если вы трубу используете и делать ничего не хотите. И завтра тогда, чтобы руководитель доложил, как он с утра уже приступит к месте по устранению. Мне кажется, что он завтра не приедет. Тут уже много нагрузили. Но если он не приедет, значит, это ваша цифра. В 20 минут проедет, это равно, собственно, покров, только сворачивается, что-то он слишком много грузит. Давайте так сделаем. Если у нас на этой неделе не приедет руководитель, мы тогда приглашаем тогда главного. Мы с главным инженером, директора ТСК, вместе с главным инженером. Потому что вопрос накратился у нас. По этому проблемной точке, дабы, чтобы нам не какой-то экологической ситуации тяжелой не допустить, вы тогда организуйте работу завтра, послезавтра. Конечно, не с вами еще. Делали. Виктор, есть еще что-то? Мы оставим в рабочем порядке. Пока никак не возвращайтесь. Спасибо. Добрый день. Все работы в подрезанственной территории проводятся планово. Направляемые заявки отрабатываются. Все остальное в рабочем порядке. Вопросы есть у нас, Николай Николаевич? Нет, все в рабочем порядке. Единственное, хотел бы уточнить. С хоккейными коробками все в порядке у нас? С хоккейными коробками, да? Да, да. Она у нас одна, а утерва, ее окосилия. Готовы к зиме. Не нужны никакие дополнительные права. Из-за дефеки, да. Большинодский район. Пробедение отдела проводов планово. Общие вопросы решаются в рабочем порядке. Про качество воды, по сути, Большой дворы Николай Николаевич озвучил. Просто до этого была промывка системы, но она особо результаты не принесла. Какой-то, ну, про его обратить внимание. Проблемы есть, да, по воде? Да, проблемы есть. Еще вопросы от жителей текстильщики 1.3.1. У них в доме постоянно врицает электричество. Люди вызывают аварийную службу управляющей компании. Приезжает аварийка, ничего не фиксируют. Люди просят какой-то комплексный подход к этой проблеме совместно с мусором умерзовом. Ксения Борисовича, вы же в прошлом энергетикой занимались. Да. Можете найти причину, что это совместно? Нет, причины есть, как есть на воде, понижение напряжения. Соответственно, с своей стороны, наверное, мы в Собуэнерго напишем письмо о проверке замер качества напряжения на воде. Можете я совместно это сделать? Да. Да, получится, что вы на своей границе увидите, что у вас проблема не в вас, будете дергать в Собуэнерго. Собуэнерго приедет в свои лаборатории и покажет, что проблема не в них, а в итоге закроют это обращение, а люди будут с мерцающим цветом, с пониженным напряжением. Собместно отработали. Хорошо. Леон Санта одоложит. Да, хорошо, Леон Санта одоложит. Да, хорошо, Леон Санта, спасибо. Все отрабатывается. Павел Посадов, к тебе родину. Добрый день, коллеги. Зачетный период в отделах работы у Кланова. Выезжали по обращениям жителей. Все на заявку направлены в организацию. Все отрабатывается, все в рабочем. Хорошо. Рахмановский террорел. Добрый день, Рахмановский террорел работает по плану. Подрядчик МОСЭнерго проводит опиловку под линией ЛЭП в деревне Фомино. Рахманов провели, все сучки сделали в щепу. И Фомино сделали им довольное. Остальное в рабочем порядке. Вопросы есть? Нет, спасибо. У Ленинских террорел. Добрый день. На прошедшей неделе отдел отработал в соответствии с планом. Проводили мониторинг. Также все обращения, которые поступили от жителей из Старки, мы передали собственной организации. Контролировали ход в пополнение. У меня большая просьба. Мы в группу энергетику восстановить асфальтовое покрытие в деревне Демитре, в деревне Евсеево, в дому 10. Вопросов нет, Сергей Игоревич. Там 10 дней уже никак не восстановят. Возьмите в личный контроль. Да, на тротуар в школе. Хорошо. Говоря об Сергееве, я вам пишу, что он пустые бланки, которые я взял. Слева, справа, принятые сидят. Сейчас сразу ходят. Спасибо. Межмуниципальная отдела полиции. Добрый день. В прошедшую неделю бежурная часть Межмуниципального отдела МВД поступила 348 сообщений. Комиссаративное ответственность было привлечено 563 человека. Бежурная часть была доставлена 60, 45 из них ночной период. Более ничего значимого телевизора не произошло. Есть вопрос. Спасибо. Отдел Азоров в деятельности. Добрый день. За прошедшую неделю на территории у нас зарегистрировали два пожара. 1-го и 9-го числа на территории Электрогорск СНТ «Энергетик» произошло сгорание в бане. Баня размером 5 на 3 сгорела полностью. Причина пожара послужила неисправность печного оборудования. 10-го числа также на территории Электрогорск СНТ «Рассвет» также произошло сгорание в бане. Причина пожара также послужила неисправность печного оборудования. В обоих случаях погибших и пострадавших нет. В связи с чем, Денис Александрович, хотелось бы обратиться к гражданам, еще раз проверить исправность печного оборудования. Также у нас мы ожидаем к концу недели отрицательной температуры. У нас предстоит перегрузка электросетей, включение дополнительных электроангревательных приборов. Поэтому также обратить внимание на состояние электрических сетей, ну и еще раз посмотреть печное оборудование. Спасибо, доклад закончен. Военный комиссариат. Добрый день. Военный комиссариат работает в полномочии. Реглама управления Содержаном Денисом. Добрый день, Денис Олегович, уважаемые коллеги. На прошедшей неделе сотрудниками отдела направлено 11 предписаний для устранения нарушений. 5 из них в части нарушений, выявленных на объектах теплосети в городе Литрогорск. Дополнительно на дворовых территориях выявлено одно подтопление. Два предписания направлены по содержанию хоккейной площадки в деревне Рахманово. Также в соответствии с указаниями, озвученными на прошлом совещании, проведена проверка автодороги Кузницы-Васютина. В части содержания линии нарушения освещения выявлены локально два эпизода отсутствия горения светильников. Направлены предписания также провисания провода. В связи с тем, что провисание провода, визуально напоминающего провод связи, не сопряжено с касанием ветвей деревьев, предписание в части благоустройства выдать не можем. Направлено операционное письмо для устранения и принятия мира. Доклада хочется? Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы завершили с вами повестку нашего аккоративного совещания. Всем бодрой рабочей трудовой недели.